Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем изучение священной евангельской истории и в данной программе поговорим о возвращении святого семейства из Египта и их поселении в Назарете, опираясь на текст Евангелия от Матфея, глава 2, стихи с 19 по 23. По смерти же Ирода, все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли все искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее, вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Нам неизвестно, сколько времени пробыли Иосиф с семьей в Египте. После смерти Ирода, ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли все искавшие души младенца. Интересно отметить почти дословное совпадение этих стихов со стихами 4 главы книги Исход в греческом переводе. «Спустя много дней умер египетский царь, и сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей. И взял Моисей жену свою, и сыновей своих, и посадил их на осла, и отправился в землю египетскую». В изложении евангелиста Матфея мы также встречаем слова «Ибо умерли искавшие души младенца». И хотя было сказано о смерти одного Ирода, евангелист не случайно употребил здесь множественное число, подразумевая не только смерть Ирода, но и составлявших его окружение, то есть единомышленников и подчиненных, исполнявших его желания и намерения. Римские императоры не стремились к полному господству в своих провинциях, а сохраняли для них некоторые возможности самоуправления. Доверяя Ироду, они позволили ему управлять значительной территорией, но Ирод хорошо понимал, что ни одному из его сыновей Рим не предоставит такой же власти. После смерти Ирода его царство было разделено между тремя его сыновьями. Архилай получил Иудею, Самарию и Едумею, Антипа – Галилею и Перею, Филипп – земли за Иорданом, они не получили царских титулов. Архилай назывался Этнархом, то есть правителем народа, а его братья – Тетрархами, то есть правителями четвертой части страны. Утверждая эти должности, Риму было легче обеспечивать лояльность местных элит и поддерживать стабильность на своих окраинах. Следуя повелению ангела, Иосиф встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Дойдя же до Израилевой земли, Иосиф намеревался поселиться в Иудее, то есть в Вифлееме, откуда по порочеству Михея должен был выйти Христос. Но услышав, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего убоялся туда идти. Дело в том, что Архилай во всем напоминал своего отца и ознаменовал начало своего правления массовыми убийствами. По словам Иосифа Флавия, в первые дни своего царствования Архилай умертвил в храме в праздник Пасхи – 3000 евреев. К тому же он был настолько скверным правителем, что его подданные в конце концов не смогли больше терпеть его и отправили в Рим посольство с просьбой освободить его отправление. Что и сделал римский император Август, лишив его звания и отправив ссылку в Галию, где тот и умер. Но все это произойдет позднее. А в тот момент совершенно очевидным было, что, несмотря на смерть Ирода, все еще было опасно возвращаться в Иудею, ведь на престоле находился жестокий Архилай. И поэтому Иосиф, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, где царствовал более умеренный Ирод Антипа. Галилея представляла собой особую область, расположенную на севере Палестины. «Назарет, в котором поселились Иосиф с семьей, был настолько небольшим городком, что не был ни разу упомянут ни в Ветхом Завете, ни позднее в Талмуде». Матфей пишет. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречится». Эти слова представляют большой интерес. «Дело в том, что таких слов нет ни у кого из пророков». Иоанн Затауст полагал, что изречение это взято евангелистом из Ветхозаветной книги, потерянной евреями. Епископ Михаил Лузин в своем труде «Толкование на Евангелие от Матфея» пишет, что евангелист не указывает, в частности, ни на одно пророчество, но имеет в виду общий характер пророчеств об уничиженном состоянии Христа, так как не говорит «реченное через пророка», но «через пророков». Евангелист Матфей, несомненно, видит в исполнении пророчеств в том факте, что семья поселилась в Назарете. Словом «назарей», а точнее «назир» в Ветхом Завете назывался человек, посвятивший себя Богу и в знак этого принявший на себя определенные обеты. Не стричь волос, не пить спиртых напитков. Конечно, такое определение скорее подошло бы Аскету Иоанну Крестителю, чем Иисусу Христу. Но это слово приобрело и более широкий смысл, например, «святой», как часто оно переводится в «септуагенте». Пророки, предвозвещая о Мессии, часто говорили о его униженном состоянии. Жители Назарета были презираемы евреями. Выйти из Назарета или являться Назареем означало быть в пренебрежении, в презрении, быть уничиженным, отверженным. На Христа, поселившемся в Назарете, бывшем в уничижении, дошедшем до смерти на Христе и с полной источностью, сказанной через пророков. Завтра в нашей программе, дорогие братья и сестры, мы внимательно рассмотрим историю посещения отрока Моисусом и Иерусалимского храма, которую описал в своем Евангелии апостол Лука. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на телу повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok